В погоне за молодостью и красотой прекрасная половина человечества готова на многое. В подтверждение тому расхожая фраза «красота требует жертв», и жертвы действительно находятся. Героини нашего следующего материала рассказали о том, чем для них обернулись косметологические процедуры на дому по очень привлекательным ценам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И у меня один глаз, прям после терапии, жутко отек. У нее даже глаза округлились, когда он увидел мой глаз. Но она сказала, что будет все хорошо, 2-3 дня, и все спадет. Вот и лицо будет красивым. Но состояние Веры усугублялось. У меня глаз заплывает еще сильнее, уже и второй заплыл. Лицо горит огнем. Я ей пишу, говорю, мне очень плохо, мне ничего не прошло. Она говорит, купи в аптеке алоэ и приложи алоэ. Врачи диагностировали у Веры аллергический дерматит и отек к венке. Ей пришлось взять больничный и пройти курс лечения. Однако спустя два месяца после бьюти-процедуры она так и не может избавиться от жутких папул на лице. У меня вот они остались. Вот шишки, вот на шее. Замазываю толстым слоем корректора. Без корректора они красные. После претензий клиентки косметолог Савита вернула ей 2,5 тысячи рублей и заблокировала номер. Сейчас девушка подумывает обратиться с иском в суд, чтобы взыскать с мастера компенсацию морального вреда и расходы на лечение. Другая пациентка этого бьюти-гуру уверяет, что ей испортили губы. Для лечения губ я делала увлажнение. И когда спал отек, спустя пару дней была явно выражена асимметрия. Но человек делал вид, что все в порядке. О чем вы говорите? Я потребовала деньги. У вас некачественная работа, верните деньги за работу. Человек уверяет мне, нет, вы, наверное, плохо видите, все в порядке, я ничего возвращать не буду. На наше предложение прокомментировать, обоснованы ли претензии клиенток, косметолог Савита заявила, что неудачной процедуры не было и перестала выходить на связь. Тем временем еще одна сибирячка рассказала нам свою историю похода в другой салон на дому за коррекцией губ. После коррекции у меня очень сильный отек на верхней губе проявился. И, возможно, это связано с тем, что мастер неосторожно выполнял эту процедуру. В процессе у нее срывалась иголка, падала на пол, она поправляла что-то. В итоге на губе так и осталась асимметрия. Устранять ее мастер отказалась, отправив Наталью в черный список. Как не оказаться на месте наших героинь, мы поинтересовались у врача-косметолога с 25-летним стажем. Доктор должен иметь диплом врача-косметолога. Причем диплом, который имеет либо сертификат на сегодняшний день, либо с 21-го года аккредитацию. То есть каждые 5 лет доктор должен проходить дополнительное повышение квалификации и должен получать подтверждение своих знаний. Вот такой доктор, у которого есть диплом образования, но у него нет кабинета, может он дома работать? Нет, не может он работать. Потому что существует закон, который не позволяет даже специалисту с дипломом работать дома. Помните, соглашаясь на уколы красоты в домашних условиях, вы идете на огромный риск. Наши героини признаются, что поняли это слишком поздно. Там, если все сложилось удачно, это хорошо, это посты в соцсетях и замечательный мастер. А если что-то пошло не так, то тебя блокируют. Благодаря косметологии все-таки можно добиться молодости, но очень внимательно, конечно, проверять. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.